А художники из Австрии разрисовали садку вместе с коллегами из Германии, Китая, ЮАР и России. Творцы украсили своими работами городские здания на фестивале уличного искусства. Монохромные портреты и абстракции в репортаже наших корреспондентов. С баллончиками в руках Хендрик Бейкирх поднимается под облака. За подъемом художника с любопытством наблюдают прохожие. Фасад десятиэтажки в садке Хендрик превращает в картину. Рисуют на бетонной стене двойной портрет бабушки и внучки. Я использовал микс аэрозолей и акриловой краски. Я получил колоссальное количество эмоций и удовольствия. Для меня это останется прекрасным воспоминанием. Не скрывая чувств, за работой художника наблюдает Арина Хованова. Та самая девочка на картине, которую Хендрик написал по фотографии, выбранной им из десятка снимков. И от которой, как он сказал, почувствовал необыкновенную теплоту. У меня было огромное восхищение. И первое, что я увидела, это глаза бабушки. Они очень сильно похожи. И прям этот взгляд, он такой добрый. В садке стартовал второй фестиваль уличного искусства. Его главный организатор – фонд поддержки сохранения культурных инициатив собрания. Получил на реализацию проекта гранд-президента России. В фестивале принимают участие художники со всей планеты. Германии, Китая, Австрии, ЮАР. И, конечно, России. Их работы украшают здания по всему миру. А теперь и дома-садки. К примеру, ангар цеха по ремонту больших грузов разрисовал художник из России Алексей Лучко. Красочная абстракция украшает главный вход. А московский художник Данила Шмелев сделал стену здания городской почты трехмерной. По сути, это абстракция. То есть, идеи здесь как бы каких-то нет. Я просто подстраивался под данную стену и пытался с ней поиграть, как-то придумать так, чтобы это было эффектно и, в общем, интересно. Первый фестиваль уличного искусства проходил в Садке летом 2017 года. Три дуэта художников из России, Швейцарии и Италии создали пять полотен на стенной живописи. Второй фестиваль продлится до конца лета. Егор Хвисюк, Алена Александрова, Виталий Пастухов, ОТВ.